Привет, подпусечники! Ну, значит, я начну с плохих новостей, которые меня вчера разочаровали. Я вам понтовался вот этими вот штуками вроде, что я их вот хотя бы собираюсь приобрести. Они у меня лежали, я вчера пытался переделать. В чём прикол, да? Вот эта штука у меня должна стоять, и вот если я решаю снять подкаст, да, я просто камеру буду снимать с одной штуки и ставить на вторую точно такую же, просто сюда ставить. Как оказалось, разработчики этой хуйни, ну, блядь, предположили, что я ради этого буду покупать, и сказали, хуй тебе нарыло, блядь, потому что мы сделаем специально снизу другой, блядь, разъём, который камерам к штативам не присоединяется, а будет присоединяться только к нашим, нахуй, штативам, которые мы производим, блядь. По идее, вот к этой штуке сверху должно прикручиваться, да? Она просто, блядь, не подходит. Здесь вход гораздо больше. Я проверил ни к одному штативу, нахуй, никуда эта штука не прикручивается. Вот она просто есть. Знаете, что на ютубе есть какая помощь? Тебе надо пойти к столеру настоящему, или как люди, которые из металла вырезают, называются, и сюда заказывать какую-то заглушку. Это просто пиздец. Это, значит, первое. Ну, это я вот купил две ненужные хуйни, которые могли бы уже бы интереснее сделать. Я бы даже на стриме мог бы камеру просто снимать и ставить очень быстро, да? Вот просто понажать у одной кнопки, всё, я снял бы камеру там на вход, я не знаю, направил или ещё куда-нибудь. Теперь сосать сказано. Следующая, значит, тоже разочаровывающая, ну, такая прикольная, но разочаровывающая вещь. Вот они, педали за 10 тысяч рублей. Короче, ну, грубо говоря, если вы не в курсе, это клавиатуры для ног из трёх кнопок. Вот есть вот эта вот педаль, есть центральная самая педаль, и в комплекте есть, ну, там, специальные заглушки, которые блокируют центральную педаль, и в инструкции написано «Можно использовать как подставку для ног». Вот, как подставку для ног я использую Сонечку. Вот, нахуя мне вот это вот, ну, блядь, за 10 тысяч подставка для ног, типа, серьёзно? Вот, короче, вот такая вот тема. Значит, в чём проблема? Я сейчас вам продемонстрирую. Вот они, вот она, вот так это выглядит. Во-первых, я думал, что больше будет. В чём прикол? В том, чтобы мы с Игорем, когда бы записывали подкасты, мы бы не тратили деньги и время на монтажёров. Мы бы, ну, просто бы записывали бы подкаст, как бы в прямом эфире, и монтаж длился бы в прямом эфире. Смотрите, как бы это выглядело. Я себе настроил, просто чтобы вам показать. Это выглядело бы вот таким вот образом. То есть, мы болтаем, и незаметно происходит вот такая вот шляга. На самом деле, типа, очень клёвая тема. Вот. Здесь всего лишь, к сожалению, три кнопки, но здорово, да? Вроде всё нормально. Ну вот, блядь, есть один минус. Сейчас я отключу её просто, чтобы вы понимали, да? Может быть, малозаметно, но в любом случае, подкаст это про звук, да? Это про разговор, блядь. Это чё нахуй, блядь? Чё это за звук, блядь? Ну, как дешёвка, просто пластмассовая хуйня. Ты серьёзно, блядь? То есть, у нас идёт подкаст. Мы, по идее, блядь, экономим на монтажёре, но при этом каждое переключение сцены... Это я на разные кнопки нажимаю. Блядь, это такой позор. Это просто пиздец. Ну, то есть, всё. Короче, вот самая громкая кнопка, я предполагал, самая громкая кнопка, это общий план. Я бы поставил бы на общий план. Общий план я вам сейчас продемонстрирую где-нибудь в подкасте, да? Как я себе это представляю? Как из двух камер можно сделать общий план? А может, мне нравится, кто его знает? Так, сейчас. Вот он наш там последний, да, подкастик. Где тут... Ёб твою мать, блядь! Эу, нахуй! Чё за хуйня? Вот, вот, вот так вот. Я себе представляю общий план вот таким вот образом. Что такое общий план? Когда два персонажа либо одновременно говорят, либо смеются. То есть, один шутит, а другой посмеялся, да? Это всё должно быть. И это всё будет каждый раз сопровождаться звуком вот таким. То есть... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Блядь, это просто пиздец! Можно нажимать очень аккуратно, слушайте. Вот. Но это я переключаю на кнопочку переключения сцены. Вот именно там, на конкретного человека. То есть, это вот так вот было бы, да? Вот так это переключение на конкретного человека. Вот. Если... Ну, если не церемониться, да? Не аккуратненько нажимать, а потом аккуратненько убирать, то это такой звук. Ну, блядь, ну это просто пиздец! Это такое разочарование, нахуй! За 10 тысяч... Ну, блядь, это же стримерство! Ну, стримерам-то не надо! Блядь, это что за нахуй? Это что за нахуй, блядь? Вот. Ну и, короче, прикиньте, вот эту вот аппаратуру, когда я воодушевился, то, что вот мы всё будем сейчас делать подкасты, блядь, одно разочарование. Единственное, что меня, ну, теоретически, может увеселительный процесс во мне вызвать, это то, что в комплекте идут пружинки. Вот. Тут разного... Как это? Пружинки разного напряжения можно выставить, чтобы эти педали тяжелее или сильнее нажимались. И, да, и тут вот такая вот темка бы была. Это единственное, что меня как бы до сих пор радует, да, потому что вдруг я что-то понимаю, ой-то поменяю, и будет нормально. Но мне кажется, не будет нормально, потому что звучит именно не пружинка, звучит то, что вся вот эта, блядь, пластиковая хуйня прям выстреливает нахуй. Ну, блядь, ну, я думаю, можно было что-то сделать. Я не знаю, вату подложить какую-то, да, или сейчас я покажу вот такую вот техническую, вот обычно вот в наушниках, вот встраиваю такую вот, видите, как это называется? Ну, я бы сказал бы тоже вата или губка, да? Вот положите туда вот такую просто хуйню, ну, положите туда, чтобы не шумело. Ёбаный факт! Ну, блядь, что это нахуй такое? Это позор, блядь! Это позорище просто пиздец. Я в ахуевозе. Вот, ну, будем думать, что с этим делать. Слава богу, там в инструкции как бы написано, что это всё разборный механизм. Я так предполагаю, гарантия не слетит, если я буду это использовать. Вот, и нормальная тема. Ну, у меня есть немножечко разочарование, как вы понимаете, дорогие подписчики. Ну, за 10 тысяч... Я купил, по сути, три кнопки, да? Это три кнопки. Я купил три кнопки за 10 тысяч рублей, но мне кажется, что за... Ну, три кнопки за 10 тысяч рублей должны быть идеальными, нахуй. Вот, и всё. Ну, тут разочарование наступило. Ебать, блядь! 27 лет не может наклеить полар... Блядь, поролон, нахуй! Ха-ха-ха! Ты еблан, блядь! Если за это деньги, если это продукт, за это заплачены деньги, нахуй! Ну, я могу наклеить, блядь! Даже в 30 я смогу наклеить поролон. Но, я извиняюсь, это, блядь, это продукт. Это продукт, за который деньги заплачены, блядь. Так, ну, нормально. Ладно, всё, я вам нажаловался. Ещё вам, подписчики, напоследок могу нажаловаться. Сегодня видели вы, наверное, совместный наш там стрим. Что, где, когда, где мы отвечали на вопросы. У меня был выключен шкаф. Вот он просто решил сломаться. Слава богу, починился. Вот, у меня что-то проблемы с интернетом. То, ну, вы замечаете, да, то, что я не голосом включаю, там, сплиты и так далее. Вот какая-то вот хуйня. Хуйня какая-то происходит, неприятная. Вот, надеюсь, что всё нормально будет, всё будет красиво. Теперь вам рассказываю. Во-первых, блядь, как я охуенно поспал перед стримом. Так поздно начал, потому что спал. Ну, чисто, очень круто я поспал. Потому что вчера, я хрен пойми его, сколько лёг. Вот. И я в последнее время перед засыпанием представляю свой домик. Раньше я представлялся к хуйню. Вот. Вот, не очень приятную, да. Вот. И нормально. А сейчас я представляю, что скоро я переезжаю в свой домик потрясающий. На меня светит солнышко. Прям в моём дворе. Я думаю, какой кайф. И мне вот снится что-то про мой дом. И так далее. У меня встреча примерно назначена на 12 число, если что. Вот. Такой чисто прикольчик вам в кино, да. Что 12 числа мне продемонстрируют, как этот... Ещё остальные комнаты, которые в моём доме будут готовы. И мне, ну, я потом буду правки вносить. Я уже буду потом говорить, вот здесь вот это поменяйте, вот здесь вот это поменяйте. И всё на хайпе. Всё у меня будет по красоте. Я буду кайфариком. И нормально. Вчера рассказываю, почему стрэма не было. Потому что мне можно было диету нарушать. И я такой думаю, так, Бородор приехал. И Бородор, ну, блядь, до этого сколько я его не видел? Месяца три. Вот. Надо с Бородорчиком время провести. Позвали ещё Мелшера. Позвали такого персонажа, как Закхуэлочка. Вот. И мы хотели к нашему другу Басте, ростовскому, поехать. Вот. Но у друга, у нашего Басты было закрыто. И мы, ну, я говорю, Бородор, найди вот просто место, где есть мясо. Дай мне мясо. Я хочу жрать мясо. Найди мне место, где... Вот, короче, реально, какой-то нашёл заведение. Забронировал нам столики. Вот. Ну, я позвал Игорь, и этот... Игорь, слушай, приедь ко мне сначала. Разберёмся по вот этой вот всякой вот этой вот залупне. Вот. И потом поедем вместе. Короче, Игорёчек приезжает. Я накидываю свою топовую шубу, естественно. Ну, ну, я надеваю костюм развлекалого, да, чисто костюм клоуна надеваю. Шубу, цепи надел. Всё реально на красоте. Бэм-бэм-бэм, блядь, приезжаем в ресторан. Вот так заходим. Всем здравствуйте. Папарацци фоткают, естественно, там вот эти все дела. Садимся с Бородорчиком. Бородорчик. Вот эти вот педали. Этот, мне тут это кучерявые предоставляет. Всё, короче, нормально. Сидим. И начинаем рофлить. Костик припоздал. Припоздал Костик чуть-чуть. Вот, минут на 15, по-моему. Вот. Начинаем рофлить. Начинаем смешные фотки показывать официантке. Подходит официантка. Мы у неё сначала спрашиваем, ну, спрашиваем, вы вообще любите кринж? Вот. Или типа... Ну, мы её, короче, чуть-чуть потроллили. Вот. Посмеялись. И мы говорим, вам типа нормально или нам перестать шутить? Она говорит, не-не-не, я очень стойко и спасибо. Вы опять, ну, типа нам другие официанты то же самое говорят. То, что типа вы меня веселите в понедельник. Спасибо вам большое. Мы шутили, показывали ей фотки. Я ей показывал фотки надгробий. Где я с надгробьем? Где этот... Мы все вместе с надгробьем. Ну, вот это вот, знаете, фотка, где Соня, я и Мелшер. Вот это вот всё мы ей показывали. Она очень смеялась, веселилась. Потом мы ей начали показывать... Как его... Ну, она подходит и я говорю, а вы какой клип наш хотите увидеть? А она в какой-то момент начала уже спрашивать, типа, а чем вы занимаетесь? Ну вот. Ну я думаю, нахуй объяснять, типа, что... Ну, типа мы стримеры, блядь, по Майнкрафту, типа. Я говорю, мы вообще рэпом занимаемся. Мы звезды рэпа. Приходите на концерт к Мазелову. На самом деле это наш концерт будет. Вот. Приходите. Вот. И, короче... Я говорю, какой вам клип показать? И Костя говорит, только не киношку. Не смотрите киношку. Там пиздец. Ну, а потому что люди рядом и... Люди рядом со соседними столиками сидят и там в клипе... СПЕРМА! Ну, как быть, может быть, кому-то неприятно будет. Вот. И, собственно, она говорит, ну, давайте, что там этот второй, который не киношка. Мы ей показываем хламидию. Ну, ей так понравилось хламидию. Я ставил на паузу и говорил, слушайте, если вам надоело смотреть, типа, можете просто идти, ну... Уже шутка произошла, то, что мы вам показали. Она говорит, не-не, ставьте. Вот. Показали ей хламидию. Говорим, ну, хотите, ладно, киношку хотите посмотреть. Она такая, ну, ладно, давайте. Вот. Показываем ей киношку. Ну, мы ей предысторию рассказали. И потом я еще смешно... Ну, я ей описывал, то есть то, что она видит, я ей объясняю. Я говорю, так, ну, вот здесь вот мы на сперме ей в рот залетаем. Она говорит, да, я вижу. Ну, вот, я говорю, да, вот, вот это вот. Игорь, вот он сидит. Она говорит, я вижу. Я говорю, вот я, вот я хаги-ваги. Она говорит, ай, блядь, я вижу нахуй. Вот. Ну, и все нормально. Потом мы решили спросить у официантки, ну, кто из нас самый симпатичный. Ну, точнее, вот я вот сижу, я говорю, ребята, давайте сейчас официантка подходит. А каждый раз, когда она приходила, была какая-то шутка. Я говорю, ну, каждый раз, когда вот подходит официантка, мы что-то придумываем. Давайте вот сейчас спросим, кто из нас самый симпатичный. Она подходит, я... А, и мне Игорь говорит, я не хочу спрашивать, потому что ты обидишься опять. Вот. Я такой, в смысле опять нахуй? Вот. Ну, все посмеялись, это смешно. Но я готов. Я готов был быть четвертым из нашей компании по симпатичности. Вот. Ну, я как бы нормально, нормально. Я оцениваю свои... Ну, не завышаю свои, так сказать, симпатичные качества. Я еще не до конца раскачался, тем более, ну, видела бы она бы меня без майки, да, или без трусиков. Тогда бы, конечно, я был бы на первом месте. Но так, может быть, ей не нравятся просто красноволосые, да, чилы. Вот. Ну, и, короче, она подходит, я говорю, здравствуйте, вопрос такой, можете нас расположить в топе по симпатичности? А она мне говорит, ну, вы, я вас отмечаю как самый веселый, наверное, вообще за последний месяц пришедший человек сюда. Я такой, ес, Игорь говорит, спасибо большое, вы мне... Я думаю, ты, сука, Игорь, мою минуту славы, нахуй, сейчас у меня забрал. Вот. Ну, охуевший, начал ее благодарить. Короче, она сказала, я не могу вам в лицо сказать, я сейчас напишу на салфетке. Я думаю, все, она сейчас на салфетке, нахуй, пишет нам свой номер. А мы договорились в этот день с пацанами то, что мы идем без девочек. Вообще, вот, все, вот, их было четверо, четыре пацана всегда были рядом, как огонь и вода, как небо и земля. Четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. А, ну вот, я думаю, ну все, блядь, сейчас она пишет номерок. У нас там чихи-чики-пуки, там в сауну, Костя говорит, уже пора ехать в сауну. Позовем девочек, эту официантку. И она приносит листок. Мы, во-первых, смешно начали драться за этот листок. Вот, потому что я предполагал, что Игорь возьмет его и разорвет и съест. Я вот прям видел в его глазах, чтобы просто не заспойлерить нам, кто там написан. Он бы его разорвал бы и съел, это было бы смешно. И я даже думал в счет этого. Но мне было интересно. Вот, Бородор хватает этот листок, я накидываю через стол на Бородора, блядь. Короче, в итоге Бородор мне отдал. Вот, я раскрываю, и там нарисована карта. Ну, то есть, как бы, карта, вот, стол поделен на четыре части, и кто где сидит. И написано, что везде первое место. Я думаю, ааа, нахуй, ебать, блядь. Вот, а, но, 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 но. Сзади был написан стих, от нее, кстати, стихотворение. Аааа, я точно не помню, ну, дословно. Но там содержание, что все красивые по-своему. И, эээ, самая главная красота душевная. И все такое. Ну, очевидно, у меня самая, ну, душа самая красивая, это у меня. Вот, ну и нормально. Пошел я в тубзик. Вот. Стою, писю, чисто кайфую. выхожу ручки помыть и вот висит блять картина точно она как по полу висит полу стоит короче неважно картина блять нарисованная петух петух и у него прям красный хохолок вот такой вот вот но я беру эту картину снимаю выхожу в зал показываете пацаны пацаны картина картина смотрите смотрите зацените вот и вот так вот показываю вот так на себя до картину вот бородор подбегает ко мне начинает бежать из-за того что бородор через ресторан начал ко мне бежать он привлек внимание официантов мы быстрее зашли по полой положили повесили эту картину обратно блять вот ну так чтобы нормально был а и еще ёбаный игорь знаете вот это вот соль короче в меня игорь и игорь вот мы там просидели часа три-четыре вот или там внутри с половиной допустим у меня все время кидал солью блять вот но большими такими крупицами соли там к стейкам подает к бургерам там подают соль и он блять в меня этими кусками кидал я в какой-то момент когда встал в туалет я смотрю просто подо мной до на диване блять куча соли нахуй я говорю игорь ты ебанулся подходит ну я вижу идет официантка типа потому что у нас разборка какая-то назревает вот но я вот так я вот встал вижу ебать но тут просто пиздец соли говорю игорь но ты заебал реально солью кидаться идет официантка говорит что у вас что-то типа что-то с диванчиком не так я вот так вот сажусь сразу грим нет все нормально все ну типа ну блять ну прикиньте нахуй блять и сидит кидается едой нахуй человек ну вот короче только она отходит я встаю начинаю здрачивать всю соль себе в руку и я замечаю то что она разворачивается опять к нам идет потому что она заметила что что-то происходит я сдрачил она опять подходит я и но я вот так вот сажусь у меня в руке чисто вот блять горсть соли в руке я вот так вот сижу она говорит что у вас здесь игры не ничего все в порядке блять и потом я посмотрел под стол блять блять под столом про просто нахуй солевые ванны вот игорь у всех я звал официантку три раза и она подходила я грел заберите у него соль нахуй а знаете что он сделал короче тарелочка и вот там вот вот эта соль лежит и бургер и он бургер блять вот ну вот такой вот кусочек просто специально не доел бургера и приходила официантка и давайте я заберу он говорит мнение я сейчас доем бургер блять и тогда заберете она уходит он его не ест блять специально чтоб меня солью нахуй кидаться блять вот ну короче вот эти вот все всякие приколы продолжаются и в какой-то момент прикиньте она такая хуяк подходит с телефоном и она говорит я уточнила информацию короче мой друг ваш самого ну типа ваш подписчик игру нихуя себя чей вот оказалось не игоря охуевший да вот и на меня с костиком показывает говорит вот мой друг вот ваш подписчик можете пожалуйста привет передать но только побыстрее потому что мне с телефоном вообще нельзя потому что я под камерой с телефоном бородор у нее забирает ее телефон говорит а это типа мой телефон давайте я сниму вам вот передаем ей привет и тут внимание да я забыл как его зовут очень важный аспект если он подписчик и он но смотрит я надеюсь кости передал уже через свой стрим да вот потому что непонятно он ну кого конкретно на сегодняшний день смотреть может значит я начал ну троллить ну через вот этот кружочек передавать и говорите по ваша девушка очень симпатичная я желаю вам любви там счастья ну блять я знал что она не ну не девушка вот заканчивается видео она горит я не его девушка вот и и такая отходит игрит типа а жаль вот вот так вот и мы такие все понятно поэтому я передаю просто через стрим так воздух вакуум чел блять вот ну я серьезно да тут тут надо под задуматься потому что внук вдруг вдруг через мой стрим до сегодня воссоединяются любящие сердца если ты ждал какой-то знак чтобы ну пустить своего бойца в атаку да то это сегодня нахуй вот она она рассказала а жаль вот и потом я я перепроверил я ее подозвал и сказал мне сказать на стриме чтоб он вам написал и она сказала да только не рассказывай об этом но до можешь рассказать что чтоб он не написал уже как бы с романтическим уклоном вот поэтому братан я тебе ничего не говорил да это сейчас у нас но просто односторонний skype все остальные зрители просто подождут все там уже ну и ну нормально вот если ты просто не схватишь эту рыбку до за хвостик то на следующий день ой на следующий понедельник кто-то из нас четырех эту рыбку схватит за хвостик так что сперва вот все нормально я передал да я надеюсь чтобы с какой песочкой проблемы рассказать ты ебанутый с какой песочкой проблемы не знаю я вот ну и короче сидим мы сидим вот эти всякие приколы вкидываем кто-то из нас просто возле нее по приколу вкинул что у кости сегодня день рождения но все остальные под поддержали она говорит правда день рождения игорь такой правда да нахуй они уходят приходят вот с этим тортиком как всегда костя говорит как я вас ненавижу вы суки а это не было спланировано вот прям реально не было спланировано вот предыдущий да там костика поздал за это время я заказал тортик и все такое а тут она просто услышала то что у костика день рождения и нахуй ему этот принесла тортик с подружкой вот это все снимали но было весело у кости за последние два месяца получается три раза день рождения был нихуя себе вот бы мне так чтобы мне но мы просекли то что в каждом ресторане можно говорить то что у тебя день рождения и будет бесплатный тортик либо платный либо там бесплатно короче но все равно на хайпе каждый день праздник вот сколько раз ты ну нормально а чё почему я должен 5к костику вернуть он сам согласился заплатить а чё а чё я в этот раз очень не хотел платить и я не знаю что с писей блять а что с моей писей вам кости рассказал что-то или чё я ну за столом сидели у нас мальчишинские разговоры были до мальчишник я говорю типа болит яйцо какому доктору обратиться сказать скажите название вот и все ну а то что вот у меня болело яйцо на прошлой неделе вот я ну по этому поводу спросил ну вы все знаете и больше ну а я вам больше рассказать не смогу потому что же не было этого доктора там вот странная хуйня вам костя блять рассказал что-то про мои яйца или что вот оно нормально красиво но и последнее я вам рассказываю блять игорь постоянно смотрел вот на потолок и горел будет нихуяся этот это живая птица интересно или нет костя поворачивается говорит да интересно живая нихуяся я смотрю там нет птицы и осмотрю там птицы нету блять игорь вы издеваетесь они говорят нет нет птица этот визит я короче искал эту птицу ебаную ищу ищу птицу блять подходит официантка они говорят а это живая птица у вас там или дохлая она вот так смотрит говорит я сама не знаю я думаю в опять поворачиваюсь где ебаная птица нахуй чё за хуйня я говорю игорь я не вижу птицу давай я буду вот идти вот так вот в потолок показывать пальцем и ты скажешь стоп чтоб я эту птицу увидел он говорит окей я начинаю идти идти иду 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 поворачиваюсь на него думаю ну когда ты команду дашь смотрю эта тварь в телефоне сидит блять игры игры где птица подходит эта официантка горячо вы встали чё я ищу птицу он говорит нет никакой птицы петь кто меня нахуй тролли это блять кто мне играю же троллит официантка меня троллить кости меня троллит я пошел сел обратно приходит как раз таки бородор из туалета ну вот игорь опять говорит блять интересно эта птица все-таки жива и мне их бордор где какая птица встает бордор начинает искать птицу доходит до официантки она ему что-то говорит он возвращается мы грем что она сказала она горит я к ней подхожу она говорит вы птицу ищите ну она уже то есть про на опережение вот он вон книг только подходит она вы птицу ищите нету никакой птицы вот но это какое конечно это какой-то ну такой жесткий кринджик произошел вот но это на такой скамчик лютый был короче подписчики все это стендап программа на сегодня я так предполагаю окончена есть еще продолжение стендап программы но это программа сама возможно придет я не знаю правда во сколько сонечка себе делает там татушку что-то и не знаю она выкладывала у себя вот зацените у нее в телеграме сейчас я открою вам этот экран вот что она там набивает эту змеюку такую вот какую-то змеюку в какой-то маске хуй пойми там чего вот вот и чем что делают на ее сисю смотрят сто процентов фунт этого вот ну там это женского характера тату мастер вот может быть сегодня соня придет уже с рукой как его там на змеиной вот этой вот рукой и нормально но я думаю может она на стриме покажет а вдруг я что-то заклеит я же вот это короче я не разбираюсь но нормально игрока свой герой поезд трудно быть богом не знаю неровности не осуждают чужие оплошности каждый из нас имеет наклонность крестал и забивы ублюдки штрафы малый ты уплатишь за сутки на гена не спит ни минутки ты будешь забаняться свои проступки белая ночь и дворы покаяния ты достоин всего кроме внимания жизни так много пустого страдания как после бана за мозга и войны вот наступила кровавая ночь по головам банны и сыпятся прочь прости мой холм и не смогу помочь собирай резцы и в ночь кувалочь